Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня наша лекция номер 5 называется «Основы конструирования интеграционных мехатронных систем». По плану мы рассмотрим два вопроса. Первый вопрос – цель, задача и методы конструирования, проектирования. Второй вопрос – стадии конструирования, проектирования. Мы до сих пор рассмотрели все составляющие мехатронной системы. Это управляющая система, система приводов и усилителей, систему механическую просмотрели и в конце рассмотрели систему датчиков. Вот теперь мы начнем изучать, как нужно конструировать эти мехатронные системы. Конструирование – это не наука, не искусство, не математика. Это сложный вид деятельности, в котором успех зависит от правильного сочетания всех этих трех средств познания. Основное различие связано с временными отношениями. Деятели науки и искусства имеют дело с физическим миром, реальным или символическим, в том виде, в котором он существует в настоящее время, а математики оперируют с абстрактными отношениями, независимыми от календарного времени. Конструкторы же всегда вынуждены считать реальным то, что существует лишь в воображаемом будущем и искать пути, претворенные в жизни предвидимых объектов. Исходя из этого, значит, цель конструирования – это положить начало изменениям в окружающей человека искусственной среде. Значит, целью конструирования всегда будет внести какие-то там изменения в искусственной среду. И суть конструирования обеспечения высоких показателей технического объекта – они погоня за оригинальностью. Здесь, значит, имеется в виду, что сутью конструирования является создание таких технических объектов, которые бы показали высокие технические показатели. и, значит, должны удовлетворять потребности человека. Поэтому, исходя из этого, задача конструирована – разработать при некоторых ограничениях обусловленных способом решения объект или процесс, обеспечивающий оптимальное выполнение поставленной задачи при некоторых ограничениях, налагаемых на решение. Если объект разрабатывает для того, чтобы вызвать определенные изменения в технике, то конструктор должен предвидеть конечный результат осуществления своего проекта и определять меры, необходимые для достижения этого результата, а также изменения, которые должны протерпеть производство, сбить потребитель и общество в целом в ходе освоения и использования нового объекта. Работа над проектом, конструктор прообретает следующие качества. Пространственное воображение, умение комбинировать систематично в работе. Значит, пространственное воображение нужно для того, чтобы в уме складывать все движения, механизмы и так далее, и сопоставить друг с другом. Умение комбинировать, значит, брать различные варианты и из этих вариантов, используя комбинацию, создавать оптимальный вариант какого-то технического объекта, механизма, машины, агрегата и так далее. А систематичность в работе, это значит, работу должен так сделать, подойти к работе на основании системного анализа. Системность в конструируемом, это мы рассмотрим в других лекциях. Значит, проектирование технического объекта, это значит, создание, преобразование и представление принятой формы образца этого еще не существующего объекта. Что это означает? Значит, при проектировании технического объекта, значит, конструктор должен создать, принятой формы образца, значит, какой-то образец будет, задание, исходя из этого, он должен, значит, создать, преобразовать какой-то объект, значит, на бумаге, если это можно так сказать. Инженерное проектирование начинается при наличии выраженной потребности в некоторых технических объектах. Что это такое? Это значит, что при начале инженерного проектирования состоит тогда, когда необходимо будет какой-то там удовлетворить потребность человека, какого-то общества и так далее. То есть создать такой инженерный объект, технический объект, который будет удовлетворять какие-то там нужды человечества. И техническим результатом проектирования, как правило, служит полный комплект документации, содержащиеся сведения, достаточно для изготовления объектов в данных условиях. Значит, результат проектирования, это значит, какой-то там комплект документации, где имеются все сведения для того, чтобы изготовить этот объект. И поэтому эта документация и есть проект. Окончательное это описание проекта. Разделение процесса проектирования на последовательные стадии, этапы, является в известной степени условным, поскольку в процессе проектирования пересматривается и уточняются ранее принятые решения. То есть сейчас мы рассмотрим этапы проектирования, но это говорится, что это является условным, потому что некоторые стадии можно убрать или какой-то скоординировать, исходя из ранее принятого решения. Поэтому рассмотрим стадии теперь конструирования. Первая стадия это технические задания. Здесь, значит, в техническом задании, это предпроектная подготовка, здесь уточняются все задания, которые нужно выполнить в конце проекта. То есть это какой должен быть объект, значит, проектированный объект, какая должна быть техническая характеристика этого объекта, ну, производительность, значит, надежность, габаритные размеры и так далее, и так далее. Значит, ТЭЗ устанавливает основное назначение объекта, значит, обосновывает целесообразие его создания и регламентировать все основные технические характеристики, требования. Второй, значит, этап это технические предложения. Здесь формируется концепция для, значит, выполнения технического задания. Здесь уточняются и развиваются технические задания. Значит, создаются различные, значит, документы для дальнейшего проектирования. Значит, предлагаются различные варианты о компоновке и возможностях проектированных механизмов или машин. Третьем, значит, этапе эскизного проекта, значит, здесь уже содержится предварительно конструкционная проработка всех основных узлов и является развитием технических предложений. То есть здесь создаются первичные варианты всех основных узлов, из которых состоит проектированный технический объект. Если это машина, то создаются, значит, эскизы, чертежи всех деталей, узлов и так далее. А это все, это создание узлов базируется на анализе различных конструкторских решений, результатов расчетов. Значит, проводятся сперва расчеты технические, проводятся какие-то там решения конструкторских заданий. И потом различные варианты оптимизируются, из этих оптимальных решений принимается наиболее рациональный, и этот, значит, образец потом создается из него эскизный проект. Следующий этап – это технический проект, который включает окончательную конструкторскую проработку всех узлов, чертежей, схем машины и ее общих видов. Значит, здесь уже все предлагаемые варианты расчетов перепроверяются, значит, оптимизируются, создаются окончательные варианты параметров, параметров, конструкторских параметров, значит, всех составляющих машин, значит, общий вид, деталировка и так далее. Значит, здесь прогнозуются выходные характеристики, значит, какой должен выходные характеристики. Это, значит, энергопотребление, производительность, надежность и так далее. Это все, значит, должно быть рассчитано с учетом вероятности природы режимов и его эксплуатации. Значит, условия эксплуатации здесь должны рассчитываться и так далее. И таким образом создается технический проект, значит, объекта. Следующий этап, значит, это создание рабочей документации. Это является завершающим этапом проектирования. Он включает в себя разработки рабочих чертежей всех оригинальных деталей и простановки технических требований на их изготовлении. То есть создается рабочий чертежей всех деталей оригинальных, стандартных, покупается, а оригинальные детали должны изготавливаться. Вот для изготавливания оригинальных деталей создаются рабочие чертежи. Там уже устанавливаются все технические требования на изготовление. Какая должна быть поверхность чистоты при токарном или фрезерном обработке, какие должны быть допуски и посадки размеров и так далее. Значит, составляется сертификация оригинальных и покупных комплектующих деталей. Как я сказал, что если являются детали стандартные, то какого стандарта детали должны быть? Они должны быть, как паспорт машины создается. Значит, в паспорте машины указываются все технические данные этого объекта. Значит, поэтому рабочая документация должна содержать все данные, необходимые для изготовления проектированного механизма или машины. Значит, выпуск рабочей документации существенно упрощается при применении системы автоматизированного проектирования. Системы автоматизированного проектирования мы рассмотрим в других лекциях. И конечный результат, значит, это будет техническая подготовка производства. То есть, подготовка производства для изготовления всех этих деталей, которые указаны в техническом проекте. Применение КАТ и КАМ значительно сокращает сроки подготовки производства. Применение КАТ и КАМ технологии мы рассмотрим в предыдущих лекциях. Спасибо за внимание.